господин грант закончил согласно вы считаете что плохо училась в виде где-то меня сказал что плохо учились том что бог создал уверенно я согласен это почему вы плохо учились где-то бедно что я вас это обиделся плохо учились единственно не все люди пятерку поэтому не могут нули сочетать и наука не догадалась сочетать нули написать в учебнике для 6 класса сопливым детям который нихрена в этом не понимаете вообще вот делать было заполнитель страницы и написали то что похоронила как его называть этого самого похоронила дарвинизм железом похоронен 10 миллионов клеток не задумаешься как какие-то миллион поколений но не могут их это извинить так откуда из воздухом надуло сразу миллионы клеток ни с того ни сего вот в этой мышке нет а в его поколении новое миллионных клеток да еще как и называют эти целенаправленные качества вдуматься в это да просто в основном даже сидим биологи типа ольги исаковой они наверно как по математике тросятся они принимают на веру все что им это преподнесли теми лязевики а там такие же учились троечники по математике а настоящую то науку осваивать надо все открытия на стыке наук здесь математика так и надежда я тоже считаю что всех осознал бог я еще к этому не подошел у меня еще куча доказательств помните там было глава 1 христос сказал возлюбите врагов кого возлюблять того кто это самое всех врагов дураков да еще можно наивных надо а кто ограбил миллионы этих самых тоже любить этих самых нас пенсионеров ограбил тоже любить двадцать первом веке современный город выхода не были в этом самом донецке выходили фонтаны красота не описание ни одной этой вот это самое брошенная окурка не одно это дети играют женщины коляски современные люди современный город не худший потому что все таки уголь приносил доходы людям вот и вот это кассетными бомбами человек тот же летчик у него жена дети он сознательно в центр города где играли дети их разорвало на клочки показывали на части разорвало лежат сплошные трупы женщины его возлюбить а он не виноват нет у меня есть оправдание бога то нет нету бога ну приказали все возлюбить я не уверен что церковь вот это вот говорит христос сказал возлюбить пока мы возлюбливали до нас эти были тысячи лет их пахали в ерму запрягали пока вы их любили так виталий шестак всех просветания землородия не судим и судите не будете того летчика который разбомбил разорвал на части женщин детей не просто судить надо а знаете как самая страшная казнь какая только существует сжечь его например на костре вот повесить чтобы еще и мучился пока дергался пока ноги дергаться иначе никогда не бросят и они не боятся бога потому что бога нет они могут бояться только страшной казни больше ничего так надежда то есть здесь не место правильно я с вами согласен не жаль что вы не пускаетесь бога все сердце я пускаю бога вот как там было не мир я принес не меч было такое сейчас не поймешь где правда кто это вот происхождение человека тайна велика мы должны разгадать ее иначе нам всю жизнь придется чувствовать себя этими амебами в грязных лужах или хотя бы в качестве гипотез чтобы дети уже знали что есть несколько гипотез инопланетные почему нет предки это достойные люди других планет прекрасно сложные умные мы тут немножко одичали чем не версия у костров там быстро одичаешь также чем не версия еще другие также и что бог создал человек называют а просто геннаджи геряча не зрели конечно геннаджи герри или на все здравия успеха трудах у нас это остальное около 10 недели две назад кончились дожди еще и дожди были на улице города так надежда первую очередь бог любовь да во вторую и вас вас дам во вторую александр лески какой вы конфессии надежда христианка отвечает надежда дальше валерий константинович прав мы потому и так живем в дурости что без бога живем задумайтесь на тему мы на серьезные все-таки надежда мы с вами я вас обнял поцелов даже не как верующего еще и как женщину вот от души спасибо что мы вместе так александр лес какая христианка да христианка надежда христианка от слова христос опалена надежда поясните живем в дурость дурости александр леска какое-то собрание посещаете по христианское с каким-то названием или одиночество христианка спрашивает александр надежда надежда ой да тыкал не туда живем дурости просите на телефоне кнопки маленькие ладно прощаем вы смеетесь или серьезно про собрание садом леска серьезно надежда я по воскресеньям это интересно хожу на службу в храм любой христианский православный духовный доставник пройти доставник протерей андрей хочу почему подробно читаю на телефонах и сюда не видно так алина опалина наш верховный патриарх гудяев большой любитель роскоши причем здесь христош ну чай скажу в моем видео слаб человек вот человек вот я не буду здесь дискутирует эту тему отвечает надежда про роскошь гудяев все знают что гудяев это патриарх на кусаться все могут у нас здесь садовое собрание возвращаемся у нас садовое собрание интересно можем поговорить другом месте александр лецких но у нас это елена не касается совсем он за себя ответит на суде и за всю паспу имеется ввиду гудяев ответственность будет большая а нам за собой положено смотреть опалина а без храма я не могу обратиться к богу с молитвой благодарности или просьбы так надежда можете и не только можете это нужно делать но в храмах вы должны быть каждого воскресенья бог велел заповед спасибо александр я не знала как сказать что рассуждать и иерея в категории запрещено с них за все спрос будет особый надежда иисус велел по щекам по субботам ну это как говорят евреи субботы для человека а не человек до субботы или наоборот но это может быть разные толкования ладно так а однако все у всех переименовали спасибо за подставку а я еще только лайнер такой лайнер просите не знала александр лески суббота ветхий завет по новому заведу крисов воскресенье воскрес городничен ямы о наконец-то яма перегной класть нельзя но это не значит что перегной класть вообще не нужно его надо вносить поверхностно молодец а верхний слой почвы обязательно для лучшего роста и развития поверхности корневой системы хотя бы давайте так хотя бы чтобы контакта не было корней с перегноем страшная вещь смертельная иго савин сафин всем здраво так лоточек чая ворваться ну и разговор так казаков всем здравствуйте гордичен вегетативной георганизации это обмен плазмом это обмен днк между органелами клетки которые имеют днк в своем составе при скрещивании собак идет половые процессы это состояние днк вот тут получается обмен днк между органелами ой лучше не начинать этот разговор наблюдала так же первое посадила белую розу с темной красной в один горшок белая роза стала розовым так садила рядом роды веке желтые штук 10 растений потом продолжила рядок темно-розовый руд беке на стыке розовой беке стала коричневая а на желтый руд беке были красоватые полоски тут это скорее всего раз просто рядом посадили и скорее всего влияние миополия близкое положение они начинают друг с другом общаться уже и только мы же пока разбирали что вегетативной георганизации то есть насильственное срачивание вы с вами разбирали семяное размножение которому предшествует опыление так а есть еще я все специально не трогал я потом в отделе фильмов трогал вот то что осталось за всеми печатями для науки и опять же или специально скрываем но каждая живая клетка каждый живой организм растения жуки пауки животные грибы все это имеет биополе любая живая материя окружена биополем вот причем биополе первично а материя в данном случае растения и из чего состоят организма вторично отсюда все что мы видим все чтобы выводы делать все это чушь собачья вот чушь собачья потому что все решает биополе она первично но это такая тонкая материя я к этому еще буду подводить и вас и всю науку так вот это все потом а так да вот то что у вас это начинает это самое влиять друг на друга для меня это обыденность так алина подольская садила для опыта виноград косточки из покупного винограда из ташкента часть посела рядом с амурским виноградом развития которые были рядом с амурским были крупнее причем тут много и амилоны не плоды а всходы росли быстрее ведь у нас лета короче в ташкенте они видяли информацию до саморского прекрасная догадка и новые очень быстро пропали забыть чисто росы остались только морские ну да так днк информация полевые структуры об этом писал петр горяй то есть днк это не только молекулы вокруг них энергоэкционное поле совершенно верно видео поищите так проще как это нет очень много просто надо увидеть суд вокруг молекул днк создается поле который вылавливается клетками электромагнитные торсиодное поле ну торсиодное поле никто не видел но она уже давно стала ну как бы тоже псевдонаукой но в данном случае мы уже туда глубоко не полезем надежда как вы относите хранение саженцев зимой до весны в подвале теряет ли свойства моноцойкости свойства моноцойкости они вот и теряют так они их очень трудно в подвале создать условия для идеального хранения мне был год один когда мне покупатели просили додержать до нового года потом заберем они не приехали нормальный время они мне довезли они сгнили просто сумма в этот мокрый песок одни сгнили другие высохли я же не проверял каждую неделю каждый месяц улаживать песка повторяю одни сгнили другие высохли а просто здорово было единицы почему потому что надо иметь специальную технологию и опыт тогда они пролежат подвале и весной будет как самое страшное что когда на зиму прячут подвалы эти массовые явления когда это занимаются этим уже профессионалы вроде бы но весной когда продают они почему-то у них или мертвые или гнилые только люди об этом не знают и все равно пытаются продать мы сами подумали получили это нормальное явление почему хранение подвале настолько опасно что потом людей получают посылках откуда они знают что пришлют а потом это массовая гибель они даже не просыпаются поэтому я отношусь к хранению подвале очень плохо мы сергеем железом не храним а просто зимой на морозе за все годы сколько я этим занимался профессионально продал саживаться 20 лет 22 или 25 вот у меня замерзла все несколько персиков в этом но и песни не укрывал и не прятал в этом сам по принципу сдохнут было зато людей за все года несколько пять а так вот какой саженец а я же обрезаю принципе вот и только для того чтобы легковушка вошла не только зашла посылка вошла это прицел на позицию берем пол кроме раз и когда яблони груши персик нет яблони груши абрикосы слева если никогда знаете когда на срезе появляется чернота там где нас как называть на самой древесине четко а уже придумали степень подмерзания если вы понять а я вообще подмерзание не видел ни первого не последний степень вот лучше такой настоящий этот самый питомник так что хранение саживаться в зимой по подвале отношусь отрицательно на прошлом вебинаре вы прекрасно раскрыли тему очков настоящий мастер-класс если вы также подробно связь раскрыть его до своей лебеда как уже сто раз как все время вскользь и затрагивал еще еще теперь этим заниматься у меня есть готовые фильмы есть готовые статьи господи кто бы у меня вышел бы пару дисков по 300 рублей мне не пришлось бы с нуля начинать мы посмотрим вас затрону лабасов всем здоровья добрый вечер надежда мариев велика всем добрый вечер хотел узнать у нас в этом году в тиме нет нормальной зимы и снега выпало 10 у нас хуже то все время температура 5 10 градусов было 3 до 25 я посадил вас косточки вот это уже переживут не займет вы знаете если точка зрения так называемых профессиональных обрекосоводов которые почему-то садов нет или посидят обрекосоводов из прямо изо рта плод берете с дерева сшиваете окурсочку садите почти из этого мы поздно посадили вы знаете моя версия гораздо безопаснее все-таки выдержать холодильнике до января февраля может быть даже до марта потому что у вас еще холоднее в тюрьме а теперь что ждать это вы скажете потом вы переживаете вы зайдут а вы потом и расскажете зашли или нет несмотря на эти перепады и на то что очень слабый был уровень снега ланцикова всем салют мареева косточки абрикосов слив а это вопрос чему возвращаемся мареева что у нас было за а нет это уже про это понятно то есть абрикосы сливы посадили по зиму все ясно расскажете добрый вечер черенки снова прибыли в беларуси минуточку олег олег мои черенки я выслал белару что-то не помню муссурика в этом году будет пробиваться на полесье интересно что это делать муссурика с уссурийского края господи другой конец планеты мы с вами совсем сдурели черенки снова прибыли в беларусь не совсем понятно ну ладно сергей кузнецов казачинская 200 километров но я так и думал я догадывался что черт вас занес чуть ли до север кузнецовского края не зря же вы говорите что у вас ожидается 45 лабаса хотел бы утащить по проводу фраза выше дарвина выше а где только о мертвых либо хорошо либо ничего кроме правды так звучит да да вы понимаете речь то не о личности дарвина вот там нельзя мы не имеем права говорить дарвин был например ну будем говорить не про дарвина например любого ученого иваном петров сидоров вот как прошло вот вы же как мы гордились с величайшими людьми нашего поколения вот лермонтов лермонтов был пледон паршивый человек да зачем мне это надо знать сейчас суворов был палачом польского народа зачем нам это рассказывать быть гордились что у нас в эти самые люди без страха и упрека что есть у нас полководец который не проиграл металла сражения вы понимаете вот это да но в данном случае если вдруг через дарвин поставил на уши всю науку причем как у сейчас выясняется по моим понятиях он не так его не так интерпретировали внутри видовая до 100 процентов гений забыла откуда взялись нововиды наука все а сказать тогда это божественное происхождение никогда не скажу только если вот тут сюда пистолет сказать уговорим бокса долгой застрелю да да на бокс создал а так никогда когда в америке в соединенных штатах сказал бы учитель обыкновенный учитель на обыкновенном уроке детям сказал что это самое дарвин не прав вы думаете мы одни что ли в этот дарвин поклоняются его с работы со скандалом уволили краска дарвин не прав вот это вот как бы как бы научно ты же в крови у миллионов сидит этих специалистов я не горой морочит головы миллиардов вы сейчас не личности говорим мы говорим объективная картина вы говорим может ли миллион клеток за одно поколение родиться этот самый самый дитё у того это у мышки а у него миллионы этих самых лет окно причем каждый месяц свой специфик вот о чем мы говорим а если это так да я доказываю это значит поневоле причем тогда дарвин поехали дальше а то мертвых ничего что теперь на всю жизнь отказаться от идеи божественного происхождения я увидели в акции алексе ведь там не просто отец алексе вы видели что за ним сидели на траве куча детей которые пришли с родителями помолиться в этом храм а и мозги пудрят как про это молчать вот молчать это преступление если мне бог дал возможность озвучить такую вещь я первому на всей планете что я теперь должен заткнуться и пусть так и дальше считает что мы из грязной лужи выпуски этот значит опарик случайно слипание вот мы уже стали этими самыми вот первые как может родиться первая бактерия которая еще и пополам поделится ровно пополам вы вдумайтесь потерей вероятности нет нет а это же нас дом это что мы это из грязной лужи выпуски и сейчас посмотрите учебный фильм показывает обязательно показывает как называется вулкан подводный лукан а рядом с вулканом бурлит такая знаете это вот тут-то земля и вот тут они появились потому что там миллиарды этих варят 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 и вот она раз и она же способна делиться она имеет ротовое отверстие имеет извините еще и зад откуда выходит эти и она почему-то поглощает минералы тогда не было ничего ни одного еще не было органического этого даже молекулы и она жрет минералы и вот эту дурь я должен а ее показывают по телевизору извините вы не смотрите на весь канал который буква н наука я смотрю дурею и что мне теперь молчать я придумала вот эту вот самую цифры 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 цифровизация по цифрам то что придумал менделеев то есть это чердар за ним вся вот это вот братья и сейчас какая-то кормушка дико и невероятное вот сейчас раз железо прав и все должны быть отменены все занятия на про эту дурь сколько может и быстро сочетана новая версия история религии история а потом вариант в божественном происхождении вариант тот же самый из этой же грязной лужи ну как уже вариант как уже не как истина а как гипотеза а потом инопланетное происхождение вспомните лягушку замораживают разморозили она заквакала подкакала у человека ческая сперма хранят при температуре по моему 170 минус такая температура в глубоком вакууме человеческая сперма мужская хранится и хоть бахны а почему вы задумались когда-нибудь об этом не она ли путешествовала между этими самыми с помощью комет лягушка замороженная еще куча этих самых ладно чё-то опять завелся для просто не нравится знаете что вот так вот эти слова сейчас а мертвых хорошо либо ничего кроме правды вы правду я раскрываю